Так, всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого и мой напарник в этой игре Ноу Лизвер. Правильно я произнёс? Ноу Лизвер. Как? Но не важно. Но как бы к себе обращаться тогда лучше? По имени, может? Ноль. Ноль? Аркадий. Ноль Извер или Аркадий. Ну, я думаю, он вам знаком, потому что, во-первых, мы в ФФА играли в том знаменитом, где Ноль Извер за Англию был, я за Турцию. Мы там так появились вдвоём, не очень. И ещё мы, по-моему, с тобой в дуэли играли, да, но я не выкладывал ещё видео дуэльное то. А, да. Ты зачем спойлеришь? Я думаю, что это видео раньше появится, чем то дуэльное, так что... Извиняюсь. Ну, видимо, я должен объяснить, почему я с Эдуардом не продолжил турнир. Два на два, что произошло. Собственно, вы увидите только две игры. Два на два, вот эта вторая, и на этом сериал, который я планировал, командных игр, закончится. Ну, вы видите всё на своём экране. Следующая игра, которую мы должны были сыграть, уточню, у нас в команде капитаном был Эдуард, потому что я занимался организацией турнира. Если ещё заниматься договорами с командами, ну, в общем, это всё много времени, отнимает внимание. То есть, вот человек меня позвал в свою команду, он был капитаном, этим всем занимался. Сами видите, что произошло. То есть, Эдуард договорился на определённое время. Потом, за 40 минут до начала игры, он только мне, даже не соперникам, а мне сообщает, что к нему гости пришли. Потом я узнал, что соперников он даже не предупреждал об этом. Ну, сам факт, что человек откладывает игру только за 40 минут, уже не очень красивый. Ну, знаете, у каждого что-то бывает, ладно, фиг с ним. Хотя гости обычно планируются. Но, когда ты откладываешь игру, ты должен сообщить, насколько мы откладываем, во сколько начало, чтобы люди могли планировать своё время. Потому что в команде два человека, против нас ещё два человека. То есть, четыре человека должны договориться. Не ты один тут участвуешь. Это то же самое касается FIFA игр, где шесть человек. Ну и вот, Эдуард сообщил, что в 21.00 в 21.30 будет игра. Я ему пишу в 21.08. Ну, что там у тебя? Он пишет, что максимум минут 20. Окей. Понимаете, что всё это время я не могу заняться каким-то большим делом. Я не могу заняться озвучиванием видео. Не могу заняться монтажом. Потому что для этого надо сконцентрироваться. Это не работа на 15 минут, потом отвлёкся, начал чем-то другим заниматься и так далее. В общем, в итоге, как вы видите, общение, полтора часа Эдуард нас морозил. При этом он не общался с моими соперниками. То есть, получается, я им всё это передавал. Ну, а так как я организатор и создаю вот эту группу свою, где люди играют, было бы странно, если бы я от них требовал являться вовремя на игры, соблюдать свои договорённости. Но при этом спускал с рук то же самое, если это касается моей команды. В общем-то, за неявку на игру нашей команде я присудил поражение, как организатор турнира. Ну, а за такие фортили я с Эдуардом просто дальше не хочу играть. Потому что иначе человек решит, что это нормальное дело. Я думаю, что многие мне могут в комментариях написать, мол, ты суров, и всё-таки это игры всего лишь, это хобби, это не какая-то работа. Я согласен, что хобби. Но дело в том, что обязательность, это никак не, как это правильнее сказать, не отличается в жизни и на работе, или там в делах, или в бизнесе. Такого не бывает, что человек на работе всё обязательно делает и молодец, а потом внезапно с друзьями оказывается совершенно другим человеком. Ну и с другой стороны, вы здесь в группе, в интернете общаетесь с незнакомыми людьми. И они тоже тратят своё время на общение с вами, на игру с вами. Почему вы считаете, что вы можете так бездарно распоряжаться их временем? За этим следует вот определённое наказание. Но Эдуард ещё этим не ограничился. Он потом дальше тут в теме ещё права качал. Прямо интересно. Сначала было всё на том, что я как бы снял нашу команду с турнира. Но потом в итоге закончилось тем, что я Эдуарда ещё из группы удалил. Ну вот одно из сообщений. И ещё в чёрный список его внёс. Ну тут ребята повеселились, конечно, это всё подсчитав. Мне откровенно... Ну Эдуард не первый такой человек на самом деле, который считает, что его... Знаете, я такую классную шутку качал, что любые критические замечания в интернете – это возмущение тем, что меня в интернете бесплатно не очень качественно развлекают. Так и здесь. Типа вот такое ощущение, что я тут Эдуарду некачественную услугу оказал, понимаете, да? Ну вот он пишет. Можно было бы дать мне полагающееся наказание и не переходить на личностные выражения. Так вот, снятие с турнира – это было полагающееся наказание. Потому что человек не явился на игру, а потом ещё и затягивал игру, тратя наше время. Это примерно соответствует неявке на доигровку, там, ФФА-сериала, ну, ФФА-игры какой-то. Или лиф из игры. Трата чужого времени. И то я вот тут даже ни в чёрный список не вносил, ни ещё какие-то... Просто убрал из турнира. Потому что если он со мной в команде такой себе позволяет, то почему он не будет продолжать этим заниматься и так далее? Или он... Или, опять же, мне могут написать в комментариях, мол, да всё, он уже один раз так сделал, он понял. Ну, блин, это взрослый человек, это не школьник, блин, со школы, с юридическим образованием, кстати. С высшим юридическим образованием, на минутку. Мне неинтересно заниматься, опять же, повторю, воспитанием людей. А так я вот сейчас эту видео-вставку записываю специально для других участников группы, которые могут тоже это посмотреть. Увидеть, что так делать не стоит, если только вы хотите, если только не хотите из группы уйти. Ну, а теперь к следующей игре. Да, команду надо поставить. Ну, я тут на замене буквально на одну игру. Сейчас мы в ветке лузеров. Попробую помочь Аркадию пройти дальше, не вылететь из турнира. Иначе вот это уже последнее поражение для него будет. Не знаю, стараться ли мне, не стараться. Может, вылетай уже из турнира и все. Старайся. Играем мы на полушариях. Напомню, из настроек тут интересно то, что не будет городов-государств, зато будут агрессивные варвары. По предыдущему видео вы понимаете, что, знаете, агрессивные варвары такие суровые ребята. А на полушарии, в общем-то, как-то через волю играть неохота, потому что можно позже соперников выйти во фрегаты. Голиасы-фрегаты. Так, давайте смотреть. Вот о чем я и говорю. Что ты не на море? Да. Ну, ты знаешь... Наверное, я пойду в дожреки. Знаешь что, а иди-ка ты лучше ко мне. Вот смотри, тут есть офигенное место, как раз три клетки. Видишь такой залив? И у нас столицы будут прям рядом друг с другом стоять. По-моему, это очень неплохой вариант. Конечно, не уверен, что там будет типа место хорошее, но я думаю, что нормальное будет. Тем более, что две столицы... Знаешь, тогда как поступим. А второй город ты уже можешь поставить? Или может, слушай, может тебе столицу тут поставить, а второй... Хотя тут такое у тебя место, не фонтан у столицы. Тут всего два холма. Правда, и у меня тоже особо производства нет. Ну, медь, мрамор, лошади. Производство есть, в принципе. Для начала. Смотри, наверное, стоит как поступить? Я своим воинам пойду вниз разведывать эту реку. Слушай, я тебе очень не рекомендую на карте с агрессивными варварами не защищать поселенца. Я про то. Сейчас я пойду на холм воинам. А ты тоже как-нибудь... Ну, там вряд ли у тебя что-нибудь вверху. Не знаю. Да не, я уже буду ставить город вот тут. О, смотри, у тебя тут бананы будут. Отлично. Мне просто нельзя ставить город на холм, потому что иначе ты не поставишь тогда свой, куда мы хотим. Так что я тут уже ставлю и не выделываюсь. Вполне возможно, что там вот справа, выше, там тоже место под город. Конечно, там не просто место, я верю, что оно там есть. Так, значит, животноводство у нас уже сразу открыто. Кстати, у меня лошадей нету. Между прочим. Ну, есть удобно. Так, ты говоришь сразу в железо идти, да? Ну, тут по люксам надо смотреть. В принципе, смотри. Ну, у нас все на календарь. В календаре, да. Нам календарь нужен. Так что давай сначала в календарь, а потом в железо. Как-то так. Дальше что построить? Наверное, сразу построим монумент сначала. Да. А потом даже я скаутов не буду строить, я построю пару воинов сразу, чтобы от варваров защищаться. Нет. Зачем? Обычно варвары появляются уже после того, как ты первого раба построишь. То есть, там можно спокойно строить монумент, потом раба. А зачем мне раба? У меня нету, что обрабатывать рабом. Ферму и... Нет, ферма не нужна. Ты что? Нет. Сначала... Укрытие коров. Коров еще купить надо. Ну, смотри. Я построю воина, потому что в дальнейшем, тем более, если мы будем играть через традицию, у нас мало будет возможности строить каких-то юнитов. Так, ну они там думают. Да, мы, кстати, играем против России и кельтов. Россия и кельтов. Россия уже поставила город, причем у него еще больше клеток с морем, чем у меня. У меня уже три клетки, а у него вообще... Четыре. На выступе таком. Ну, то есть, если что, брать его столицу будет... Ну, давай, прыгай. Мне интересно посмотреть, что будет. Ну, нормальное. Нормальное место для столицы у тебя будет. А ты тоже прыгни, засыпи. Там, может, лагеря какие. Я думал, на холм, но ладно. Как я мог на холм прыгнуть? Ой, смотрю, лошади идут за путь. Отлично, нормально, все. Ставишь, короче, где мы решили, там и ставишь город. Только следующим ходом, пожалуйста, под охраной дуболома веди. То есть, мы так исследовали. Ну, вопрос, смотри, у меня здесь такое место. Тут даже, в принципе, может быть, Петру построить. Не-не, я думаю, тебе надо ставить все-таки рядом со мной столицу тут свою. Ты все-таки туда хочешь пойти? Да, хочу пойти. Ну, смотри, я сейчас все равно на холм могу прыгнуть. Но тут лошади и, в принципе, еще. Ну, да, действительно. Слушай, давай, да, наверное, тут ставь. Ничего, такое место. О-о-о. Еще и люкс будет. Отлично. Это мы хорошо сюда пришли. Гаммой теперь, чтобы не родился сейчас. А, кстати, смотри. У него клеток с водой гораздо меньше, потому что у нас теха исследованы. А-а-а, да, точно, я забыл совсем. Точно, у нас плюс 4 очка на теху. Ты смотри, какие места. Да, только тут надо исследовать, где поставить в плане проплыва. На медь. Я ставлю на медь. Да, я думаю, что у меня вот сверху гор будут, скорее всего, тоже места нормальные. Я определенно буду строить раба сразу после этого, потому что я обработаю лошадь, и у меня сразу будет много проплыва. Вот у тебя нормально, потому что у тебя как раз есть, что сразу обрабатывать рабом, понимаешь? Ты еще, я думаю, точнее, уверен, что сразу добавятся еще коровы. Кстати, может мне тебе дать денег? Сколько тебе надо, чтобы купить коров? Может тебе сразу коровы обрабатывать? Ну, 30 стандартно. Ну, у тебя сколько сейчас есть? Три. А, понятно. Ну, вот ты сейчас можешь лагерь забрать, в принципе, сейчас там не должно ничего заспамниться, наверное. Ну, попытаюсь. Тут хорошо почему-то ученик стоит. Правда, он на холме. Ну, я тоже лагерь заберу. Странно, лагеря с лучниками. А так всегда либо лучник, либо дуболом. Ну, обычно как раз дуболом чаще всего. А вот лучник очень редко. Тут сразу два почему-то. Ну, как-то не замечал, по-моему, обычно часто. Все. Кстати, возможно, смотри, один город, ну, сверху где-нибудь там, в принципе, овцы. А еще один можно там, где... А, нет, тут уже не поместится город, да? Рядом с бананами. Да, уже не поместится. У нас в шести клетках стольные. Раз, два, три. Да, уже не поместится. Ну, лучше было твою стольную так поставить. Тут не надо было, по-моему, как-то выделываться. Тут спокойно не мешать друг другу. Ну. У тебя город, точно для еще одного города, место есть. Мы еще в одну сторону все смотрим. То есть мы сможем консолидировать наш флот, например, в один кулак сразу. Я вообще никогда на полушариях так отлично не рождался на самом деле. Обычно, как минимум, в разных сторонах. Так, вот и денюжка пришла. Сколько тебе не хватает? 18. Но у меня следующим ходом уже будет, так что можешь пока не кидать. Ладно, тогда я уже... Ходом родится житель, и сразу монумент построится. Там, скорее всего, один ход до покупки лошадей. Может, мне тут коров еще купить тогда, чтобы быстрее расти. Так, еще вот такое с агрессивными варварами лучше... О, серебро, отлично. О, класс, все. Для второго города у меня тоже есть места. Ну, значит, смотри, идем в железо, сразу поставим города на люксы. Отлично будем жить. Да. Ну, сначала календарь, потом железо. Так, я после войны... О, смотри, смотри, что у меня тут. Я после войны сразу посело построю лучше, а не что-либо. Ну, в принципе, у тебя хлопок, и тут обрабатывать нечего, так что да. Хотя, может, нам тогда в майнинг пойти, чтобы... Исследовать то, что надо. Раз, два, три. Я, наверное, прям даже на серебро буду прямо ставить. Ну, вот я говорю, на серебре отличное место. Сейчас еще глянем, что у нас с морскими ресурсами. Ну, рыба одна, к сожалению. Ну, что поделать. Да, у тебя три. Слушай, может, нам еще тогда в маяк побыстрее не сгонять? Да не. Не любишь маяк? Нам нужно открыть бронзворкинг обязательно. Ну, естественно. Не, так мы в бронзворкинг... Не, по-любому. Мы, конечно, после календаря... Я после бронзворкинга имею в виду. Так, я, пожалуй, на серебре постою. Так, ну, мы будем в два города. Нам нужно сгонять в моих всадников. И построить, ограняться, уже наладить экономику, а потом и можно и в маяк. Так, я, в принципе, согласен, чтобы они рашили маяк или библу в то время, как мы развиваемся. Да. Да, блин, у меня, к сожалению, производства немного. Вот это меня смущает. У меня посел будет ходов 10, наверное, строиться. Да, 10 ходов. Нет, 9. 9. 9, и никак это не ускорить. А, я хотел сказать, вырубить лес. Там, скорее всего, тебе даже строить, ну, не знаю, в общем. Ну, вот, единственный минус, что, конечно, у меня столица не фонтан в плане производства. А, я думаю, я, смотри, смогу третий город поставить на Атшибе, конечно, если по морю плыть. Ну, офигеть, как у тебя с рыбами, ну, прямо это, слушай. Не, нам в маяк по-любому надо хотя бы, ну, ты понимаешь, у тебя вот эта каждая штука тебе по одному молотку дает. Ты построив маяк, у тебя рыбы будут давать даже без лодок. Четыре еды и один молоток. И плюс еще краб. Тебе просто, у тебя вообще строго обязательно маяк. Это он даже круче, чем амбар будет. Я хочу все равно сначала город построить. Не, ну, это естественно. А нам еще, кстати, важно, где железо будет. Вот еще у нас какая проблемка может вырезаться с полушариями. Тут могут быть проблемы с железом. Тут такое развитие будет, вот я уже предвижу, что мы даже если найдем город для железа, придется ставить, скорее всего, где-нибудь в глубине материка. Ну, там у нас железо будет, если. Я надеюсь. Мы спокойно сможем, вот как только вышли во фрегаты, поставить на железо город. Согласен. Я уверен, что у нас будет хватать счастья и всего остального. Интересно, где чудеса какие. Тут сколько должно быть чудес? Три? Три. Да, ну, выглядит, конечно, крайне... Ну, с другой стороны, у соперников тоже может быть тоже красиво. Хотя демография говорит, что у них... Ну, вот, один первый по еде, другой первый по производству. Ну, вполне возможно, что у них места получше наших на начальное развитие. Но я не знаю, что может быть лучше того, как мы появились. Это да. Так. Варвары пока особо не достают. Они уже идут. Ну, хорошо, опять же, вот мы рядом, мы можем... Сможем друг другу помогать. Вот, у меня уже первый пошел. Может, мне к тебе туда спуститься вниз своим воином, и мы там какой-то лагерь разграбим? Ну, ты там, наверное, не уходи, там уже видно море, кстати. Или река. Не знаю. Вообще, мне бы не помешал дуболом сейчас. Я поставил исследование на... А, у нас еще железо открывается. Да. Это река была. Ну, я вниз к себе дуболомом пойду. Одним. У меня тут место даже на три города. По-хорошему. Ну, посмотрим, как оно пойдет у нас тут. Так, я уже легализм принял. У тебя каждое пастбище дает, да, лишний молоточек? Да, каждое пастбище. Ну, пока у тебя только три пастбище можно поставить. Два. Третье будет у второго города. Ну, да, два у столицы и одно у... Хотя вот и третий город, в принципе, можно, если ставить вот там, где... Между камнем и лошадьми. Да. Так, о, ко мне тоже пришел варвар сверху. Но я его не пущу. Мне там надо город ставить. Не, ну, у тебя места получше. У тебя тут попроще производство. У меня вот этот второй город так напополам будет. Вроде и ничего, а с другой стороны и... Не так уж и много тут... Ну, мы можем разделить обязанности, например. Ты можешь просто поставить два города... Да что я вам все про стратегии, да про стратегии. Я знаю, что большинство из вас смотрит мои видео только чтобы услышать рекламу 2GIS. Кстати, а вы в курсе, что 2GIS может сориентировать вас не только на улицах города, но и в торговых центрах? Подробная карта с указанием магазинов, кафе и парковок значительно упростит ваш шоппинг и, возможно, убережет от ненужных покупок. Правда, к сожалению, не во всех городах пока это работает, но в самых крупных точно. Так что заходите на 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачивайте приложение для вашей платформы. 2GIS, если быть точным. Раба, а потом мне нужно пару гунских колясок. Да, да, найдем-идем в этих гунских лучников. Вот, и как раз мы успеем все открыть. О боже, уже копейщики. Можно посмотреть, где лагеря. Ну, спасайся от них и иди ко мне. Я думаю, они не успеют ничего убить. В принципе, наверное, даже тебе не стоит дарить мне дуболома, потому что мы потом заберем этот лагер. Конечно, я и не собирался тебе его дарить. Так, стану. А почему у меня счастье уменьшилось? Было же 4 вроде, почему 3 стало? Непонятно. Ну, не важно. Да, я все равно поставлю на серебро, так что у меня от этого города счастья меньше не станет. Ох, как мне там все классно. Да, и нам, собственно, в морские караваны бы. Все-таки давай мы откроем твоих лучников, потом идем в... Прямо, ну, сразу ставь в маяк. А, собственно, нам больше нечего откроть. Ну, письменность явно мы сейчас не будем строить. Блин, меня тут демоны окружают. Ты, в общем, посела поведешь под защитой своего дуболома, а я буду пытаться отбиваться от... Ты можешь тут просто встать вот на клетку лугов у меня, например, и лечиться. Скорее лучше встать на клетку с железом. А на клетку с железом придут лучники от лагеря и будут спавниться тут постоянно. И, в общем, плохо. А тут у меня, в принципе, два выгона. Ну, еще рудник построим. Ну, ладно. И все. Ладно, как скажешь. Так, я первый город поставил. Они пока еще ничего не ставили. Так, я, пожалуй, пока варваров убивать не буду. Буду ждать... То есть я следующую приму просто честь. Я уже принял. Не, я принял пока легализм, но у меня честь будет через пять ходов, так что нормально. А вот мне надо бы нафармить, конечно, но ладно. Гунский идти еще не скоро. Убиваю. А, вот так нормально. Тебе не кажется, что тебе многовато рабочих? Мне просто нечего сейчас строить. Я не собираюсь строить. А как насчет... А, ты хочешь дождаться открыть? Ну, да, вообще три хода, три хода, да, все верно. Я, в принципе, могу амбар построить, но... Не, согласен, согласен. Я маяк построю, у меня будет куча еды. Вот, я, наверное, амбар построю. Пока тоже не буду строить. Ну, после рабочего построю амбар. Армию пока не буду строить. Меня так Тимбукту неплохо сдерживает. Да, как всегда. Что? У меня лагерь заспамнился вот на этом полуострове. Блин, а почему мне не показывает лагеря? Тебе тоже показывает. Нет, по идее... Потому что посмотри, там внизу, слева. А, точно, блин. Ну, и неплохо. Почему? Почему нет, собственно? Так, ты только этого копейщика не убивай. Следующим ходом. А, подожди, у тебя же уже честь принято. Да, я забыл. Убивай, убивай. Поро, началось сейчас тебе дуболомом стукнуть, а потом меня добить. Ну, ладно. А, я все равно не добиваю. Ну, я могу сейчас его стукнуть, подожди. Блин, убил. Ну, такое. Блин. У меня лекализм через... Слушай, я рабочего подставил. Блин. Веди воина снизу и сверху, ты зажмешь, и все. Ну, я-то зажму, но, блин, потеря темпа просто. Я совершенно не заметил, что там лучник стоит и поставил... Я еще раба подарю. Ой, блин. Невнимательность. Ну, ладно, отбил. Ну, смотри, сейчас к тебе попрутся эти лучники всякие, так что надо тебе поднастроить. Ну, как я уже стою. Так, и в маяк. Да, в маяк я уже поставил в маяк. А, ну, видишь, отбил. Да, отбил. С промышленностью у меня вообще никаких проблем. Ну, они уже в классическую эру вошли. Ну, они тоже не открыли. Через что они могли выйти? Если попрут меткари, то в констракшен это отлично. А если не попрут, то, скорее всего, оптика. Ну. По-моему, ничего отличного, что меткари попрут. Я сейчас построю всадников, станет просто все. Легко и просто. Так. У нас как раз через два хода откроются три рема. Я сразу три рема в гау после амбара построю. Потом можно и Караван Есть, кстати, такая забавная тактика Ну, то есть, вот Есть место под Петро город И Ну, в командной игре особенно работает Первый игрок строит Библу Второй игрок Строит Сначала амбар в столице Потом Ну, развивается, в принципе Но в столице строится амбар и караван И Благодаря этому Ставится второй город на место Петро города Сразу у него пускается Караван, все жители на Холмы И Сразу же Строится Петро Да, прикольно Ну, все классно получается Ну, давай Мочи их Давай еще одного И мне подаришь Сразу Как бы у меня вароры Не взяли Валату Они не могут взять город Они все золото Ну, мне просто золото Скинешь и все Но они не могут Это Один Этот Как его Топор Топорщик и два Дуболома Они не возьмут гор Тем более он на холме стоит Да, блин Так, ну смотри Варвары начали плавать Значит ли это, что у них Оптика или нет Интересный вопрос Кстати Неужели они Ну, я предлагаю тоже Исходить, что у них Уже оптика И строить просто Обычный маяк Вот, вот У нас тут так все хорошо Что тратить ресурсы В принципе на Строительство Великого маяка Я думаю не стоит Так, ну по промке Я на первом По еде на четвертом Разрыв 3 А я как раз по идее На первом А по промке На втором Ну, тогда Я могу Начинать бомбить Лаги Давай Я пока Буду стоять Лечиться Я на всякий случай Копейщика Нет Я пожалуй Трирему Все-таки Буду строить Двагис Подробный Справочник Организации На 3D Карте Города Жители 273 городов В 8 Странах Мира Ежедневно Пользуется Двагис Телефоны Адреса Сайты Компаний Часы Работы Поиск Проезда И схемы Движения Городского Транспорта Все это Внутри Двагис А мобильное Приложение Двагис Один из лидеров Среди Бесплатных Программ В категориях Навигация И путешествия Воспользуйтесь Онлайн-версией Прямо сейчас На сайте Двагис.ру Или скачайте Бесплатно Для Андроид В принципе Можешь даже Коциного Наверное Вести Потому что Сейчас я Быстренько Варваров Разгоню Мне уже Нужно будет Снизу Лагерь Захватывать Окей Значит Одного Я к тебе Вниз пойду А другого Этот лагерь Захват Вот так Слушай Нам бы вообще Еще в библиотеке Значит Давай После оптики Пойдем В письменность Да И мне интересно Они письменность Открыли Они не открыли Я думаю Они оптику Открыли Они просто Не заходили Вот В колесо Им колесо Не надо было А они пошли В оптику Быстрее Ну я думаю У них сейчас Проблема С варварами Ну не знаю Я последний Я последний По армии Так что у них Какая-то армия Есть Нет Не добивается Постою Ты последний По армии Потому что У тебя Коцанные Войны Так В этом городе Триремку Построю А после Триремки Ну кстати Забавно Что я тоже На втором месте По армии Разрыв В пару очков Ну вот видишь Скорее всего У них там Что-то вроде Трех копий Или может Все-таки Метколуки Пока не вижу Ну что Обстреляй Этого Сверху Так Плюс 50 золота Теперь Можно Этого Лучника Мне Подарить Да Вот этот Лагерь Который У меня Там На Мурсу Я там Наспавнил Уже Кучу Трирем Ну я Две Триремы Струю Там тут Главное Выяснить Где нам Эти Триремы Поставить Чтобы Варвары Не могли К нашим Караванам Добраться И все Будет Пучем Достаточно Просто По бокам Будет Отгав Там Кто Хотя Нет Все Ну вот Между Атилой И Валатой Вот у тебя Одна клетка Есть Которая Не допустит С этого Лагеря Проплыть Правильно Вот тут Поставить Ну Так Сейчас Я могу Пострелять По лучнику Или подарить Тебе Мне Подарить Не знаю Может Ты хочешь Себе Культуру Фармить Я думаю Мы Как-нибудь Поделим Лагеря В целом Мне культуру Фармить Очень сгодится Так Ты вот Зря Конечно Тут Перед Моим Воином Поставил Лучше Как мне Идти К этому Лагерю Блин Теперь Ну Спрыгнем На луга Например Так Быстрее Было Так Мы маяк Еще не Открыли Следующий Ход Один Ход Блин Так Ну и счастье Или еду Взять Наверное Еду Возьму А не А не Монархию Деньги Есть Счастье Есть У меня А вот Расти Побыстрее Не помешает Захватывай Этот лагерь Ну я Только Следующим Ходом Я Уже Походил А ну ладно Значит еще Стрелять Да Нифига Сюжет 4-3 Ремы Плавает Офигенно Вот Так Ну тут Вроде Полечусь Что у тебя Со счастьем Нормально все? Ну Нормально Конечно Ну я Чуть попозже Второй хлопок Обработаю Я буду Строить Лодку На краба Так Все Здесь Никого Нет Отлично Собирай Деньги Нужны Там тебе Ну в общем Когда будут Нужны Или Да Так Блин Наверное Мне бы конечно Не помешала Часть А Нет Норм Ну я Я скоро Обработаю У меня Да Да Маяк Мы угадали Ну и зря По-моему Поиследуй тут Одним Садник Ну тебе Тоже Кравана Будет Легко Защищать Да Все путем Пока Ну что Идти К этому Лагерю Ну иди В принципе Я думаю Справимся Какой-то Остромок Тут Так Исследуем Ну пошли Наверное В философию Уже Давай Давай Каменную Кладку Откроем Нигде Библиотек Не построено Поэтому Предлагаю Открыть Мрамор У тебя Там Есть Эти Да Ну каменная Кладка Да Да Даже Галеркарнас Может быть Построить Можно Ох Сейчас У тебя Красиво Будет Знаешь Что Возьми Денег Купи Все Эти Рыбы И все Четыре Жителя Поставь На Рыбы И на Краба Дай Жителей Ой Дай День Ну возьми Сколько Надо Я ж Не знаю Посчитай Так Тут у нас Попросил 120 Так У меня в принципе Библиотек Быстро Строится Но Нафиг Сангай Ну и что Римом Я вторым Городом Стоял И что Римом Делался Видишь Как Сангаем Бабло Собираем О Видишь Как у тебя Сразу Город Т Четыре Четыре Три Или ты Обрабатывать Сейчас Не можешь Я не могу Обрабатывать Только Одну Рыбу Понял Так А ты Мне сейчас Дал Тридцать И это У меня Баг Все Таки В смысле Что я Дал Я тебе Дал Столько Что Ты Попросил У меня Такой Баг Что Когда Я прошу Голду То У меня Вот Сколько Бо Я не Попросил Всегда Запрос Делается На 30 Монеток Прикол Какие у тебя Интересные Баги Так Пожалуй Буду Тут Стоять Война О Ну-ка Глянь Теперь Можешь Обрабатывать Включаться Для Можешь Обрабатывать Да Сейчас Могу Давай Ставь Быстренько Чтоб Город Рос Аки На Дрожжах Блин Я там Короче Не буду Ставить Сначала Построю Амбар Всякое Чего Ты Быстрее Вырастешь Быстрее У тебя Будет У меня Тут Варвары Блочат То и Дело Так Это Я их Тут Мочу Застрелить Трирему Все Я дальше Пройду И буду Стоять Уже Те варвары Никак Ну вот Они Не пройдут Туда Все Вот тут Стоять Где моя Трирема Что я На рыбу Поставил У меня Четыре Хода Сейчас Лодку Построю А потом Уже На На Иду Так Так Чего Открываем Так Ну В целом Колизии нам вряд ли нужны Давай философию открою Варвар меня тут мучает Соль В пустыне Ну не в пустыне А на равнине Предположим Боже Два лучника Так Отлично Блин Подходить мне этим раненым дуболомом К лагерю Или постоять полечиться Я думаю Если там появится обычный лучник Он не убьет Отлично Встань только между лагерем И Да Блин Ааа Ну ладно Я убью этого лучника Фиг с ним Я просто не увидел Что там река Тебе мешает Не Я думал Что-то я прыгну Выше реки Но Там Зона контроля Крокота Ну счастье Ну счастье В общем Защищай там Моего дуболома Пока он лечиться будет Да Да Ну что Может библу Действительно Попробовать Построить У тебя там Производство Вроде норм Наверное Вот сейчас Буду строить Караван А потом Караваны Не построил Хотя Они тоже вышли По науке Ровно Но у них Какой-то Один город Очень большой Посмотри Да Какой-то Какие пенсионы там нет Не пшеницу Не Никто Никакие А Взяли Да Вера Медь Железо Соли Ну Прям уж так Уж и полно Так В общем Я могу уже Свою трирему Отсюда убирать Я так понимаю Да Около Ну Около Валаты Ну а зачем Ну я хочу Вверх пойти У тебя тут Твоя есть Че Че просто так Держать Ну ладно Трирему На месте Ты там сможешь Закрыть Проплыв По-моему Блин Боюсь я сюда Дуболому Убирать А в принципе Это его убрать Надо Сходить Вот эти Лагеря Пособирать Откуда Ну вот Нижигао Стоит Видишь На хлопке Типа Контролирует Чтоб меня Сбоку Не пришли Анна Пойду Ну не знаю Такое Пойду Деньги Собирать Дань С варваров Ты же можешь Не только Баллон Забрать Да Ну Там надо Два юнита Потому что Я пока Одним юнитом Убиваю Всегда В следующий Ход с агрессивными Варварами Появляется Все равно Еще один Юнит Ну только Неприлично Вон вперед По очкам Вырываются Есть у меня Подозрение Что Библу Рашид Тоже Нету Смысла Да И у меня Возможно Сейчас Убьют Конечно Не Вряд ли Убьют Вряд ли Что Блин Рашид Убьют Рашид Рашид Да, место вот у меня между лошадьми и мрамором В принципе, еще одно Ну, там уже такой средний город будет Ну, по-моему, неплохой Ну, неплохой, да Проблема только в том, что его ставить будет Я вот думаю, что тоже вот там, где у меня соль, вон олени там тоже, наверное, ничего так Ну, только соль и только олени Ну, я же еще не исследовал, смотри, там холмы вон пустынные Я еще полностью не посмотрел Че там? Че-то как там? Пошли забирать, ладно Ну, а может, пускай живет Ну, в целом, смотри, если его там оставить То никакой другой лагерь рядом не запамнится Да не, не, пускай спанится Нам уже надо деньги собирать с лагерей Я за то, чтобы они спамнились Да елки, эти лучники дебильные парой ходят Мне бы еще охота не помешала Но еще, кстати, какое у меня соображение Смотри Нам нужно идти не в гляз А сразу В цивилсервис Потом образование Потом Короче, стандартный путь во фрегаты Потому что тут проплыва я не вижу Ну да Даже если он где-то есть То нам до него далеко плыть Явно Ну че, убивай Гунстети Скоро получит промоушн на Лечение Прикольно Да, нету проплыла Крокотау, как всегда, в таком месте, что невозможно использовать Оно вот бывает на запад-востоке очень хорошо стоит О, у меня как раз Практически по таймингу библиотеки построились Я нацколледж смогу А может они не строят библу, потому что у меня первая промо-ка Я, пожалуй, рискну, потому что у меня сейчас Много промо-ки Рискни А че брать будем? Сколько ходов? Там, по-моему, десять или девять Ну глянь Семь Семь Ну тогда драму и поэзию нету, нам смысла изучать Семь Так может попробовать математику и взять деньги? Глянь, сколько математика будет А у меня не строится Че за фигня? Почему? Он Ливан, он Завод Блин Я случайно вместо нацколледжа библу поставил у себя строится Извиняюсь Бывает Ну, в общем Мы попытались Зато золото Ну да, и слава богу, только один ход мы это делали Так что Блин, ты еще место, я ссорюсь, только Прям завались На полушариях почти всегда Вот Блин, нацколледж 14 ходов строится Потому что производства нифига нету Купи холм Жалко денег Да, кстати, нам нужно не в драму и поэзию, а в рынок Ну вот у меня математика Я вон исследую математику вообще-то Я что-то в драму и поэзию Ставь сразу на деньги и все Я поставил О, чудо Еще, чудо Ну, крокота у невозможно использовать, а это чудо фигурное Интересно, что у них там Я тоже невозможно использовать Ну, в целом все Карваров Так не видно Нет-нет, да зачистили, да? Проблема в том, что Если я пойду, например, этими гуннскими воинами Ну, вот тот лагерь убивать, который там у красителей где-то То Тут у нас заспавнится лагерь Угу И там леса, я не смогу быстро приближать Оракул, в принципе, неплохое чудо Но нам для этого нужно выйти И в целом Что я думаю Не знаю, как с наукой Примерно одинаково выйдем Наверное Ну, у них бебла Вот А у нас вполне возможно, что А, нет, ну колесо все равно не нужно для фрегат В общем, что я думаю Стоит, возможно, даже задержать выход во фрегаты Ну, то есть, скорее всего, мы это Оксфордом будем делать Вот, наколепать больше глязов Потому что с голдой у нас, скорее всего, не будет проблем Да, можно О, закарабанил все хорошо По всему первый Да, но у них 19 А может, у них кто-то в один город играет И типа на уху Да не, ну по очкам По очкам не похоже Так, есть время Могу построить оракул или Артемиду Оракул, конечно, еще нам Артемиду Нет, оракул Не нужен, потому что У меня последняя Это Хотя 23 хода Светилища Опа Они нас где-то нашли Я не вижу, где Ну, у них-то обзор дальше На кораблях То есть, проплыв все-таки есть Ищи у себя там где-то внизу Может, а не куколок Хотя, ты же стоишь на проплыве Тут проплыть негде вроде Ну, и где ж ты меня А, вот, наверное, проплыв Где ж меня русский увидел Я, может, не тебя увидел Меня он не мог увидеть Ну, хотя мог Почему? Вот этого Не, он мог, например, вот Твоего гуннского лучника Вот внизу, который ты там Ну Даже если он там То это не страшно, по-моему Просто я уверен Мы апнем в каравеллы Поплывем налево И найдем их И они там будут близко Я смущаюсь, что они раньше Апнут в каравеллы Далеко не факт Кстати, что у них там С деньгами 21.4 95.2 Ну, они, походу, то же самое, что мы открыли 193, 193 193 Деньги они не открыли 194, 194 Теологию тоже Возможно, они открыли Констракшн и Это цирк большой Я, кстати, могу построить Стомхенш Зачем нам тут Я артемиду построю Артемиду классно Она на обоих действует Да и, по-моему, на голиасы тоже Нет, голиасы Считаются морским юнитом А не стреляющим Ну, я сам смотрел Навал Арчер Ну, навал Все-таки Но, Арчер Ну, давай зайдем В целопедию Давай посмотрим Вот у нас Юниты Вот Арчер Он обозначается как Арчери Юниц Теперь смотрим Ранчери Юниц Артемиду Плюс 10 Граунс Сент-Ситис 15% продукции Когда строишь Ранчет Юниц Навал Ранчет Юниц Ну, я не знаю По поводу голиасов Ну, в общем-то, строю Все равно нам расти надо Мне кажется Ну, то есть, я там далеко До Средневековья, да? Чтобы оракулом брать Эту Да Блин А, вот он где Средневековья, маленький проплывчик Ну Русский неплохо развивается Так, русский отступает Блин, я думал Даст пройти мне Ладно, попробуем его убить А ты какой по демографии Ну, в основном, третий Пора строить дорожни Пора строить дорожни Что-то смотрю Голота у меня мала Это потому что Ну, видишь Видишь, они все-таки справа Ну, во всяком случае Русский справа Ну Видишь, что там Граница города даже Вот Карта такая получилась По-моему, средний уровень моря Значит, проплывы есть По-любому И нам Тут будет очень удобно Флот строить Собирать Апать Плыв Полечился все-таки Стоял, ждал Так и знал Россияка Русским верить вообще нельзя Понимаешь Стоит, ждет Полечиться Ну, там мои треремик Короче, все Так Тыкаем в Цивил сервис В принципе, нам Чечница даже не особо нужна Я бы сказал Вообще не нужна Только не через драму И поэзию А через Сначала охоту Потом Коневодство А потом уже О, у тебя там еще лагерь сверху Да У меня тут есть на чем Денежку зарабатывать На хлеб с маслом Так, а у них Как с деньгами Интересно Тридцать И один Девяносто восемь Ну, в принципе Как у нас По войскам я первый Глиасов у них точно нет Ну, конечно И откуда их глиасы уже Блин Русского тоже Варвары там Не, ну там Триемка моя Не выживет К сожалению Возможно Стоит удалить Сейчас Пускай до конца Хода Постоит Не, ну с другой Нет, так Он не убьет ее Он уже протокал Его варвары Ее варвары убьют Хотя с другой стороны Если я удалю Тогда варвары Его Триему Проатакуют Так что А у меня дилемма Короче Смотри снизу Появился Не морской юнит А обычный Я могу забрать Кладер Делать Не делать Не понял Где А, ну там Мне туда далеко Мне туда далеко Идти Забирай Не, я наверное Не буду даже Забирать Чего Фармить будешь? Потому что Фармкультуру Очень удобно Варварские Триемы В принципе К ним плывут Опять же Так Я сейчас Отойду На пару секунд Ок Удалю Триемку 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 так вернулся мы открыли рынке ну чё рынке строить целом почему бы и нет так я нацколледж построил у нас следующим ходом я пожалуй построю посела поставлю третий город только у меня дилемма вот сверху там где соль ну вот на холмистых на пустынный холм достанет потом соль и это либо вот внизу вот видишь где у меня скопление юнитов видишь тут есть как его целом тебе тогда нужно еще один раб наверное и ставить снизу сразу рубить леса и быстренько построить там все что надо да я вот тоже думаю что внизу покруче место будет проблема в том что защищать его будет трудно если что в принципе русский может приплыть туда голиасами и забрать так что можно дорого стоит я вообще не уверен что тебе стоит стоит еще один город строить прям двумя играть ну почему нет ты можешь отращивать там спокойно на науку фермы построить как раз у нас цивил сервис ну какие фермы у меня только две клетки где я могу рядом с рекой поставить фермы и все я второй город вообще не на реке стоит смотри сам по счастью у меня вот например 6 части знает у меня может хлопок перестал давать нет но у меня только плюс два счастья но я собственно только хлопок пока я обработал ну и на серебре город стоит то есть мне еще шоколад есть обработать я могу еще петру построить не знаю нужно ли ну тебя тут ты только один холм пустынный все я понимаю да но это еще помимо вот и пантеон взял до от рыбацких лодок круто религи уже не будет сам по себе хороший пантеон когда много реально лодок проблема в том что вот еще строить ну построишь вот я бы на месте вместо рынка как раз лодки бы строил что у нас проблемы с деньгами нет у нас проблемы с деньгами потому что денег нужно много просто построить в рынке я получу деньги сразу и смогу уже там лодки строить чего угодно у меня деньги накопится и потом можно не выходить даже особо не торопиться там оксурдами не брать навигацию строить глязь насколько голды хватит резко выйти в фрегат и япнуться в этом есть определенный смысл то есть это как бы в ущерб промышленности и развитию но не в ущерб выходу в фрегат будь будь я там например в шуфа я бы строил лодки потом тоже конечно вы фрегаты чтобы защищаться но все суши а как они а ну всех традиция так кстати что они в классической или да ладно то есть они по науке нас не опережает и скорее всего так у меня демография конкретно говорит что они нас не опережают нас одинаково 2222 а ну все мы уже догнали а как они так я не понял что они взяли сбивы тогда я не понял притом не бронсворден но скорее всего их там эти напрягают варвары тогда может мне поставить третий город ну и мне я третий все-таки поставлю я блин не могу так два города так как-то кукуться так у муста суши подари мне еще одному этому вот которым ты обстрелишь и сбегай кверху в гау там подари я вернусь этот лагерь возьму окей отлично у меня фарм культурки идет теперь ты оракул решил построить ну да мы же выходим чеченица в принципе не особо нужна потому что у меня тут еще нет чеченица вообще не нужна а вот оракул тебе для эксплорейшена вообще будет а когда у тебя следующий этот своим ходом через 4 хода о отлично то есть ты уже сразу эксплорейшен берешь и через ход плюс 3 производства тебе третий город вообще без проблем будет ставить у тебя там сразу производство в нем будет немерено насчет этой насчет чеченицы ты все-таки не совсем прав потому что если ну вот они вышли тоже туда же интересно да туда же по ходу ну пускай чеченицы устроят кстати сколько у них городов так три города семь и три у россии один город пять у кельта так давай в универы ну то есть вот они библы построили но за счет того что они там маяк и всякое такое да они с нами уже в роли они не смогли отбиться от варваров из-за этого то есть они тратили ресурсы на строительство дорогих но стоит признать что без этих усадников у нас бы тоже было все гораздо сложнее ну да но с другой стороны легче потому что мы рядом а 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 КОНЕЦ Я почти догнал русского по жителям стольня, у него на одного больше Замечательно У него еще один город Тебе третий город тоже нормально пойдет Тем более тут мрамор, две меди Мне еще рабы нужны На холме поставишь Вот между коровами и мрамором Ну, можно на холме, а можно, например, между холмом и лошадьми Тут надо подумать В принципе, да А, нет, у меня еще традиция не закрыта Ну, ладно И у меня не закрыта Ну, у меня три хода до традиции, мне как раз по силу дойдет Я что-то думал, что у меня закрыта И, соответственно, я уже приму сразу промку Так, ну убивай копье, я лагерь захвачу Так может тебе и не закрывать традицию, а сразу принять все-таки промку А я уже закрыл Ну, блин Ну, традиция дает что-то акведуки Да, и еды еще Ну, у тебя есть куда расти? Есть Счастье есть, да? Потом еще в универы сажать В рынке, кстати, надо было посадить В рынок До рождения торгаша, конечно, доводить не стоит Но посадить очень даже Зачем пикинер? Может быть лучше раба и еще, чтобы город обрабатывать Это у меня Это у меня стоял на очереди просто Еще копейщиком Я забыл О нем Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Пойдем сбегаем, вон еще один лагерь Ну, да У нас уже много золота Да, купим Не тратим В принципе Ап из три рем в каравеллы 110 Если мне не изменяет память, да? Да То есть на два апа у нас есть И поплывем им караваны грабить А потом, возможно, стоит задержать Потому что я не знаю, как мы успеем развить город Нет Что задержать? Выход в эти То есть вряд ли нам уже, я вижу, понадобится Оксфорд Потому что поставить третьи города И при этом еще развиться Не знаю, как мы успеем Потому что у меня, например, сейчас начнутся с восстановкой этого города Не проблемы с счастьем, но такие уже напряги Соответственно, мне вот сейчас цирки построить, а еще лодки А еще универы Может, на счетке в констракшн за аренами выйти? Не, ну, мне арены по-хорошему не нужны Не знаю, тебе нужны? Ну, я поставлю, у меня сейчас будет минус три Я тебе тогда доложу Наверное Так, походу, Кельт сейчас отвалится В связи с большой продолжительностью игры Пришлось разбить ее на две серии Продолжение, я надеюсь, вы увидите завтра Ну, а на этом все Вы слышали Лешу Халецкого и Ноли Извера Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры Продолжение следует...